Дэбби Джонсон Может быть, однажды Читает Елена Березина Глава первая О любви написаны тысячи песен, повестей и поэм, Миллионы страниц усеяны миллиардами слов, Бесчисленные грустные песни спеты в бесчисленных барах Потрепанными жизнью мужчинами под не менее потрепанные гитары. Бесконечные ночи опалены поиском идеальной половинки. Того, кто появится, и все будет хорошо. Того единственного, который все, абсолютно все исправит. Если повезет, любовь приходит рано, в детстве. Внимательные и добрые родители обожают тебя и во всем потакают. В книгах повсюду встречаются картинки мультяшных зайчишек, которые просят угадать, как сильно они тебя любят. Друзья, братья и сестры, тетушки и дедушки. Огромный мир любви окутывает тебя подобно мягкому защитному кокону. Впрочем, проходит не так много времени, и о любви уже говорят не мультяшные зайчишки, и не мама с папой. Тебя окружает совершенно другой мир. Теперь любовь — это мальчик, который сидит перед тобой на уроке географии. У него густые кудри, дерзкая улыбка и классные кроссовки. От его улыбки у тебя кружится голова, а его имя ты тайком выводишь на внутренние крышки школьного пенала, примеряя его фамилию к своему имени задолго до свадьбы, которая непременно состоится. Ты прожужжала о нем все уши подругам, и все твои мысли занимает только он. Каждое его слово, каждое движение, даже то, как он жует самую обыкновенную жевательную резинку, ты обдумываешь с утра до ночи. Нет никого важнее на всем белом свете, в нем заключен смысл жизни. Может быть, так и не у всех. Бывает, девочка вздыхает по мальчику, мальчик страдает по девочке, или пары составляются как-то иначе. Быть может, нежное чувство приходит в 14 лет, или когда ты разменяла четвертый десяток. Но однажды это все же случается. Начинается поиск любви. И в этом наваждении ты не будешь одинока. На самом деле, мало какая тема так подробно обсуждалась, и в то же время так плохо понималась. Никто и представления не имеет о том, что такое любовь. Так мне кажется. Мы все любили, однако каждый по-разному. Голоса в радиоприемниках, проигрывателях, айподах по всему миру, слова на страницах книг, на пыльных полках библиотек и магазинов, вырезанной на коре деревьев сердечки, все говорят о любви по-своему. Вот только никак не могут договориться о том, что же это такое — любовь. Нечто огромное и великолепное, или пустяковое и безумное. Поле битвы, или наркотик. Алая-приалая роза, раскованная мелодия или бесплодные усилия. И верно ли, что нам нужна только она одна, как уверяли The Beatles? Черт его знает. Я с самого начала не могла найти ответа. Однако кое-что я знаю совершенно точно. В моей жизни любовь была. Я ощущала ее прикосновение, расцветала в ее свете, менялась благодаря ей. Любовь была благословением и опаляющим огнем. Когда ее забирали, у меня оставались глубокие шрамы, а в невосполнимой пустоте селилась боль. Я видела любовь, уложенной в маленький белый ящик, который катили по проходу церкви. Я жила с любовью, а потом много лет без любви. И я точно знаю, какая жизнь мне по душе. Дети в таких случаях говорят, вижу понятно. И вот сегодня вечером, укрывшись слишком знакомым стеганым одеялом, в слишком знакомом доме среди слишком знакомых шорохов, я решила, что надо быть храброй. Отыскать в душе отвагу и снова отправиться на поиски любви. Надо сделать первый шаг, а потом посмотрим, чем закончится эта история. Я должна его найти, обнять и рассказать о том, как отчаянно сожалею о случившемся с каждым из нас. Жизнь не научила меня верить в сказки и счастливые развязки. Я не прекрасная диснеевская принцесса, в моем мире нет и не было идеальных мгновений, трогательных речей и страстных желаний. Но сегодня, засидевшись за чтением в серебристом лунном свете, льющемся сквозь незашторенное окно, я приняла решение. Попробую сделать так, чтобы моя история обрела счастливый конец. Даже если шансов маловато. Минут десять назад солнце показалось над кронами деревьев, прогоняя лунное серебро. Еще один рассвет. Новое начало. Время заново открыть для себя то, что казалось потеряно навсегда. Всего двадцать четыре часа назад, собираясь на похороны, я проснулась, почистила зубы и в одиночестве выпила чай на кухне. Я готовилась навеки проститься с женщиной, которую любила. Трудно поверить, что с тех пор миновал всего один день. День, который начался с похорон, но окончился надеждой. Надежду я обнаружила в свертке из папиросной бумаги, надежно спрятанном в коробке на давно пустующем чердаке среди старой одежды, клочьев паутины, рядом со сломанной швейной машинкой. Я и не представляла, что эта надежда существует. А она вдруг осветила моё будущее, совсем как солнечные лучи, пробивающиеся сквозь лимонно-жёлтое полотно. Надежда. Как я без неё жила?